В начале внеочередной сессии городского собрания депутатам представили нового первого заместителя главы Сочи. Им стал Мугдин Чермит. Как отметил Анатолий Пахомов, ему предстоит решать важнейшие задачи. В первую очередь проблемы дольщиков и самовольного строительства. На курорте по-прежнему остается 400 домов, которые уже никогда не будут введены в эксплуатацию. Также на сессии были внесены поправки в устав города. Связаны они с изменением федерального законодательства. Зашла речь о работе паркоматов. Сейчас меняют их программное обеспечение, и они работают не в полную силу. Принимают платежи только по СМС. Депутаты должны уже в ближайшее время подумать, как увеличить доход от таких платных прибордюрных парковок, изучив опыт других городов. Если брать по итогам прошлого года, по работе этой службы, бюджетных денег, 11 миллионов они дали в бюджет, 11 миллионов составили расходы на содержание этих паркоматов. Сегодня же на сессии по просьбе главы города депутаты проголосовали за помощь пенсионерам с выплатами за вывоз мусора. Решено. Разовую компенсацию в размере 840 рублей получит каждый пенсионер, чей доход ниже 10 тысяч 86 рублей. Накануне, во время встречи с главой города, пенсионеры пожаловались на рост тарифов за вывоз ТБО. Плата, напомню, с декабря увеличилась на 70 рублей. Эти деньги малоимущим пенсионерам, а таких в Сочи 43 тысячи, и компенсируют городской бюджет. Эти деньги мы возьмем за счет сокращения расходов муниципальных учреждений, муниципальных предприятий и аппарата муниципальных служащих. Вот за счет содержания муниципальных служащих. Реализация этого решения нашего, она будет в течение двух месяцев, хотя компенсация рассчитана на целый год. Сейчас главная задача проработать механизм компенсации пенсионерам этих денег. Важно, чтобы они не бегали по инстанциям и не стояли в очередях за этими выплатами. Так же, как и за получением единых проездных билетов. Помочь организовать работу должны, например, ТОСы. Пусть выдадут ТОСам под расписку, и те отчитаются, ведомости дадут, что эти проездные, чтобы люди далеко не ездили, не ходили. Да и уважение проявим пенсионерам. Еще одно важное решение, за которое проголосовали депутаты, это выплаты сочинцам, утратившим свои дома на улице Бакинской в Адлере в результате оползня в 2011-м. Он уничтожил пять домов. 14 человек остались без крыши над головой. Эти семьи получат новые земельные участки под строительство, где сейчас решается, и деньги на новое жилье. Общая сумма выплаты на всех пострадавших – более 9 миллионов рублей. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.